Здравствуйте, друзья! Снова я приглашаю на прогулку вторую серию в райский сад у Тамары возле Молодечно. Я вам показывала декоративную часть, там где цветы, работа хозяйки, прямо уход и видно любовь, какую она отдает растениям, растения ей. А сейчас покажу работы мужа, какие мастерит своими руками. Ну и пройдем немножко в огородную часть, где-то еще увидим какие-то цветочки, кустики. Вот такие большие качели смастерил муж посреди газона. Большая семья, внуки приезжают, качаются хорошо отдыхать вечером. Вокруг видно, качаясь на этих качелях, открывается вот такой обзор прекрасного райского сада у Тамары. Посмотрите, обзор. Ну, обзор видели в первой части. Кто не видел, посмотрите, это действительно райский-райский уголок. А! Вот тут такие винтажный фонарь висит на этих качелях. Видите, какой интересный. Я вообще, знаете, познакомилась действительно с интересными людьми, увлеченными своим делом. Муж что-то мастерит в своей мастерской. Тамара нам уделила день сегодня свободного времени, чтобы я могла насладиться этой красотой и показать ее вам. Ну, вот эти белые, которые такие в этих оборудованы, такие как бы кустодержатели. Вот я сейчас присяду на эту лавочку тоже, сделанную своими руками. Вот она такая. И это кустодержатель для метельчатых гортензий. Они вырастают. От тяжести шапок могут склониться сюда, но уже на землю не упадут. Во-первых, как ограждение идет от газона. Там все, что положено, заложено. Шишки, посмотрите. Замульчировано все. В общем, вот такой декор. Вот так получается. На газоне вот так гортензии отделены. Вот еще. Некоторые малышки, но уже это сделано как декор. Вот там пергола. За забором видно снова большущая скумпия. Это соседняя. Да, это соседняя скумпия. Вот это пасконник большой, куст. Но у нас жара 30-градусная, немножко все подведает. Так, ну и вот таким, вот таким получается на заднем плане... Да, огород, но они огорожены от жары уже или от красоты у меня уже слов не хватает. Ой, этими туями, туями сморакт. Да, туи сморакт. Перед ними гортензии метельчатые. Ну и вот такой, вот такой симпатичный. Снова бордюрчик. И сейчас, а, еще зайдем с вами вот в эту беседку, раз мы уже говорим о работах мужа, зайдем в беседку. Там еще такая лавочка. И еще, посмотрите, посмотрите вот сюда. Вот такая подставочка смастерена. На нее глядя, посмотрите, как буква Г перевернута и только держится на веревочках. Вот такая подставочка. Видите, в свободное время, чем занимается муж Тамары. Вот такая красота. Вот. Еще тут одна лавочка. В общем, везде можно после трудового дня или вообще отдохнуть полк вытерти. Вот еще такая скамеечка. Вот еще такое сооружение перед беседкой. Фонарики. А это, посмотрите, можно вот использовать дачником. Шина покрашена. И вот как смастерено, вот такая вот подставка. Вот смотрите, вот так смастерено. Можно цветок поставить. Можно присесть. Вот, вообще, не выбрасывать вот эти шины. А вот так они как бы смастерены. Видите? И декоративный пенек или фигуру какую-то поставить. Так, в беседку нам разрешили пройти. Это хозяйская беседка. Эта беседка уже... Беседка крытая. Тут что-то пока череночки, череночки, лепесточки. А вот так сделано. Римские шторы сама Тамара делала. Она говорила, что любит шить, вязать, все это рукодельничать. Это она зимой, свободное время. А тут, посмотрите, вот так. Солнце не попадает. Шторки такие. Незатейливым таким вот цветочным летним рисунком. Так. Тут скамеечка. А вот тут, посмотрите, какой... Ну, это, не знаю, это не дубовый, но это такой большой обеденный стол. Табуретки в таком же плане. Дерево покрыто лаком. Посмотрите, какой мощный-мощный стол. Это сухоцветы. Букет красивый. Вот такая тоже тут красота в беседке. Собирается семья, когда вечерами. Или дождливо, или прохладно. А, крышу вам покажу. Вот такой потолочек. Кажется, маленькое такое вот здание с улицы. А посмотрите, сколько тут места. 15 человек. 15 человек за этим огромным столом помещается. Еще тот стойный стол. Вот еще тут рядышком стол добавляется. В общем, можно чуть веселье гулять у этой беседки. Веселье это свадьба по-белорусски. Так, ну не знаю, как мы тут пройдем в эту зону огорода. В общем, картошка растет. Лук растет. Вот огород. И представьте, я вам говорила, 20 соток. Такой красивый декоративный сад. И столько тут еще огорода вообще у Тамары. Что, я не знаю, когда можно. Еще есть курочки интересных там пород. Теплица. А в теплицу можно зайти? С краешку. Не будем много ходить. Курочки там кудахтают. Ну вот тут просто пройду. Я не буду долго тут вас долго напрягать. Ну вот посмотрите, просто... Ой, какая величина. Величина огорода. И все это ухаживает наша белорусская жаншиды. Ну, конечно, помогают наши трудолюбивые, настоящие белорусские мужчины. Вот огород. Смотрите, вот какая площадь. Отделено там от... Так, вот тут и кабачки. Видно капуста. Видно, что нигде нету травы. Там свекла по нашему белорусскому. Бурачки. Вот. Где-то кусты смородина. Морковочка. Снова бураки. И свекла по-белорусски. Лучок. Молодые яблоньки. В общем, все есть. Все. И все есть на участке. Это, наверное, из семян лучок сеялся. Из семян. Это из севка. Ой. В общем, вот такие. Просто, видите, пространство. Там пространство за туями. Красивый декоративный сад. А вот это все еще. Все вот это их владение. Владение. Так это же владение нужно все. Полоть. Кормить. Обрабатывать. Видите. Огурцы для семьи. Так. И снова мы вернулись сюда. Сейчас покажу еще немножко пару работ мужа. Домик сделан мужем руками. Но этот домик не только имеет красивый декор, но еще и, в общем, посмотрите, спрятано. Участок находится в низине. И тут такая канализационная труба. Ливневая труба. Видите, он задекорирован домик, чтобы, ну, мало ли, и внуки. Во-первых, получилось сказочное место для внуков. И спрятался бытовой такой какой-то ненужный вообще-то элемент в этом углу. Вот домик сказочный для внуков. Весь в цветах, в гортензиях. По нему можно пройти вот по этому дощатому мостику, посидеть на лавочке и вот тут посмотреть на этот прудик с весенними лягушками-квакушками. И снова в теньке полюбоваться на вот такую красоту, которую я вам показывала в первой части. Обязательно зайдите, посмотрите в первую часть. Я думаю, что вы на самом деле получите эстетическое удовольствие от просмотра этого участка. Где много и розы, и хвойные растения, и лилейники, в общем, декоративные кустарники, какие-то декоративные элементы, сделанные руками мужа. В общем, до новых встреч, дорогие друзья, у наших белорусских садах. Приглашайте у гостей. Будем приезжать и показывать красоту всему миру. До свидания.